Его ждали с самого утра. Этот поезд – символ одного из главных достижений в истории государства – победы над фашизмом. В этот день, 74 года назад, закончился длительный оккупационный период. Благодаря партизанам, подпольщикам и 51-й армии враг был разгромлен, а город освобожден. Память об этом событии переносится из поколения в поколение. Я очень доволен, что память сохраняют. А мы, участники боевых действий, обязаны доводить эту память до наших поколений, будущих, чтобы они помнили. Потому что без памяти мы никто. А память – это наше святое дело. Воспитание будущих защитников начинается в школе. Ребятам прививают патриотизм и рассказывают о ключевых исторических событиях, в которых народ проявил героизм и мужество. О событиях, которые сплотили людей и сделали страну такой, какая она сейчас. Вам почет большой и здоровье. Живите как можно дольше. Воспитывайте молодежь. Вспоминайте это. Не должно ни одного воспоминания уйти. Ваши воспоминания. Счастья, здоровья всем. В честь годовщины события по всему городу проходят памятные мероприятия. Люди несут цветы к монументам тем, кто совершил подвиг, но не дожил до наших дней. Спасибо вам за все. Праздник на вас. Вам здоровья. Вам здоровья, что мы с нами вместе. Праздник на ветеранов. Большим уважением. Праздник на вас. Тысячи историй, из которых состоит одна. Это судьба героев, победивших фашистов. Продолжается преемственность поколений. Передача старшим и младшим свидетельств о войне. Молодежь объединяется в патриотические кружки и движения, а в будущем пополняет ряды защитников Отечества и продолжает чтить подвиги ветеранов. С каждым годом их становится все меньше. Главное в юной армии сейчас это патриотическое движение. Воспитать молодежь правильно, чтобы было на кого равняться подрастающему поколению. Попури военных песен звучат сегодня возле каждого памятного мемориала в городе. Ветеранов поздравляют и благодарят. А они сегодня, как и тогда, в 45-м, продолжают радоваться великой победе. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...